Добрый вечер! Наконец-то в Москве стало тепло. Первая реакция большинства людей это какой кошмар, как жарко, хотя еще до этого была реакция какой кошмар, как холодно. Человеку не угодишь, ему всегда хочется чего-то другого, не того, что у него есть. То же самое касается автомобилей. Большинство людей, вы же помните классическую формулу, выведенную Брагинским и Рязановым. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать, каждый, у кого ее нет, мечтает ее купить. Если не ошибаюсь, 1966 год, когда эта фраза пошла в народ, в то время машин, как таковых, еще не было. Для тех, кто собирается в ближайшее время присмотреться к бюджетному автомобилю, бюджетному у нас не очень вежливо называется, достаточно дорогая машина, как правило, в не самой широкой комплектации, но такая стартовая, бюджетная. То есть есть машина для богатых, это всегда за миллион, и есть бюджетная, это в районе полмиллиона. Хотя, на мой взгляд, это совершенно несправедливое название, полмиллиона это огромные деньги. И за эти огромные деньги мало кто предлагает что-нибудь приличное. Chevrolet Cobalt. Машина, пришедшая на наш рынок буквально с недели на неделю. Еще в этом году ее не было, ее заявляли, ее показывали на прошлом московском автосалоне, по весне ее, наконец-то, привезли. Небольшая задержка по производству была вызвана тем, что сам по себе автомобиль придумали бразильцы для себя, и выпускают его достаточно успешно в Бразилии. Но теперь собирают его еще и в Узбекистане, и специально для нас. Из Узбекистана эта машина идет в первую очередь на рынок России. Но потом, если повезет, то, может быть, они достигнут и пределов всего остального СНГ, а также нашего единого таможенного пространства. Так вот, что такое Chevrolet Cobalt? Chevrolet Cobalt это очень большая по размеру машина. Бразильцы, ребята, прекрасно понимающие свой менталитет, который с нашим совпадает. У нас, по большому счету, от бразильцев разница только в одном. Они спирт заливают в машину, а мы при любом удобном случае заливаем его в себя. Поэтому в Бразилии очень много машин, уже даже не важно, как правильно называется, но, тем не менее, это спирт. То есть много машин ездит на спирту, получаем из тростника. У нас подобный вариант совершенно неприемлемый, потому что, ну кто же будет в технику позволять себе такое? Знаете, как у КамАЗа, у него один из запастых контуров тамазной системы, подразумевалось, будет работать на чистом спирту. Ну да, попробовали. Нет, на спирту не работает. Нет, на чистом спирту не работает. То же самое, как в авиации. У нас все противогололедные реагенты, противообледенительные реагенты, в вертолете, например, или в самолете, в боевом самолете, это чистый спирт. Ну да, регулярно бывает, у ребят видимость падает. Ну как-то вот стеклышки, ну не очищаются они чистым спиртом. Надо бы какую-нибудь другую химию. Не, мы, конечно, спирт льем. Мы за одну ходку сделали там практически полный выброс бака. 200 литров вылили. Но летели, и что-то было плохо видно. В остальном с бразильцами мы совпадаем. Бразильцы тоже такие веселые ребята. Они тоже терпеть не могут работать. Мы тоже не любим работать. У нас праздников невероятно много. Майские тому подтверждения. Поэтому, когда бразильцы собираются делать машину, они понимают. Дороги, конечно, есть, но Бразилия большая страна, там не везде асфальт. Дождик пойдет, развезет так, что на КамАЗе не пролезешь. Машина должна быть большая, потому что она выполнит все функции семьи, переходящие в функционал малого бизнеса. То есть и товар ты повезешь там, и коллекцию сейлок, веялок ты там повезешь, и семью с детьми ты тоже повезешь в этой самой машине. Дорог нет, соответственно, должен быть достаточный дорожный просвет и неубиваемая подвеска. Из того совпадает практически все с нашим лекалом. Машина меряется на килограммы, машина меряется на сантиметры, а эта штука 4,5 метра в длину, с огромным багажником, большим салоном. Если пытаться от чего-то оттолкнуться в сопоставлении, то, взяв за отсчет 24-ю Волгу, мы получаем машину, которая по салону, по кубатуре гораздо больше. То есть, Волга, да, она на 30 сантиметров длиннее, но у Кобальта салон по ширине, как Волговский, по высоте гораздо выше, как Волговский, по длине гораздо выше и удобнее, длиннее и удобнее, чем Волговский. И получается, машина заявлена как автомобиль класса B+. Это такой лукавый вариант сделать машину гольф-класса и назначить на нее цену, ну, чтобы было не до конца стыдно. Chevrolet Cobalt машина большая, к B+, она не имеет ни малейшего отношения, потому что она четко совершенно перешагнула рубеж C-класса и даже уже стремится по своей длине в D-класс. Сделана она, неважно, что на платформе Chevrolet Aveo. Вот это совершенно никого не волнует. Нынешнее представление о платформе уже утратило свою незыблемость. Если раньше на платформе это означало полное совпадение сантиметра-сантиметр базы и элементов подвески, и подмоторный щит был одинаковый, может быть, были вариации по кузову, ну, пример тому, совершенно две непохожих машины ВАЗ-2105 и совершенно другая машина ВАЗ-2107. Там платформа была одна. Сейчас из того, что существует где-то еще Chevrolet Aveo, не следует, что Cobalt в чем-то с ним сопоставим. Да, есть небольшие совпадения, но это кардинально другая машина. Бразильцы сделали машину для себя под плохие дороги, одну на все случаи жизни. Это подходит для нас. Машина чисто внешне, ну, на мой взгляд, она урод конченый. Страшнее этого урода может быть только то, что сейчас делают этого кракозавра на автовазе под названием Nissan Almera. Но ВАЗовская машина, она уродливая умышленно, потому что, ну, там все-таки, не забывайте, Стив Маттин, это человек, которого пинком взад вышвырнули за то, что он сделал с Вольво. Он немножечко ошибается, у него чувство меры как-то вот притуплено. Но функционал-то этой Альмеры точно такой же. Это должна быть здоровая дешевая телега, в которой помещается огромное количество людей, в том числе на заднем сидении. Сел сам за собой, ногу на ногу закинул, и массаж почек у водителя при этом не произвел. И вот эти два прямых конкурента, Cobalt и, ну, якобы, Nissan вазовской сборки, они на рынке сейчас столкнутся впрямую, при этом ВАЗ пока еще не научился делать свои Nissan, ну, пытаются, они каждый раз заявляют, вот сегодня мы взяли именные отвертки и сделали эту машину. Ой, извините, не получилось, знаете, через недельку сделаем, через мястишку, знаете, полгодика дайте, а то что-то у нас тут отвертка к резьбе не подходит, наверное, нужно отвертку поменять. Chevrolet Cobalt выигрывает, будет выигрывать и никогда не уступит в самом важном, в качестве. Его делают узбеки. Узбекский уровень качества, он недосягаем для автоваза. То есть на автовазе французы, японцы никогда не смогут добиться от персонала такого же отношения к труду и такого же уровня качества, как у Chevrolet Cobalt, собранного в Узбекистане. Узбекские машины, они просто с другой планеты. Даже несмотря на то, что Nexia или Matisse сейчас в качестве похуже, чем они были 10 лет тому назад, потому что узбеки не занимаются вопросом развития. Тем не менее, даже приспуская знамя, они все равно держат его очень высоко. Chevrolet Cobalt имеет, кроме большой своей кубатуры, очень неплохой мотор. Моторчик 1.6 и моторчик этот 105 л.с. не, полтора литра моторчик и 105 л.с. Сборка у этого двигателя там же в Узбекистане, то есть, узбеки из иностранных комплектующих собирают там в итоговую оболочку этот самый моторчик. Моторчика хватает. Я специально на тест взял машину в самой бедной комплектации на ручке. Пятиступенчатая коробка, передачные числа очень хорошо подобраны, нормальный ход педали сцепления, нету вот этих вот каких-то фирменных заморочек из серии там Volkswagen, например, а вот угадай ход нашей педали. Да не надо ничего угадать, сел и поехал. Причем, при моем росте, я, у меня метр восемьдесят два, то есть, не эталон, я ниже среднего, то есть, маленький, тощенький, я за рулем поместился вольготно, место над головой осталось на попаху, и диапазона по сиденью хватало так, чтобы отрегулироваться, сесть, и руль, к которому тоже могут быть у кого-то претензии, что он не во всех диапазонах регулируется, в руку ложится нормально. Машину эргономично продумали, оснастили хорошим мотором, нормальной коробкой передач, и вот по динамике в городе проблем вообще никаких, за городом этого мотора хватает выше крыши. Вот это современное двигателестроение, позволяющее, казалось бы, опираясь всего лишь на маленький объем, не чувствует себя ущербным абсолютно ни при каких обстоятельствах. Есть моторы слабенькие, ну вот, например, на Реношке, на Флюенсе, там мотор, конечно, абсолютно не кокущий, несмотря на то, что 1,6 и практически такое же количество лошадиных сил. Для того, чтобы Рено Флюенс поехал более-менее быстро, его нужно оснастить парусом, веслами и спускать под горку. При попутном ветре, да, он как-то может быть еще раскочегарится, зато у Рено там экология, там Евро-12 или там Евро-25 дышит бензином и выдыхает кислород. А у Кобальта все гораздо проще. Бразильцы, узбеки, русские все вместе и сказали, слушайте, конечно, мы заявим класс Евро-4, но ехать он будет как Евро-3. И он едет отлично, нормально. И поскольку автомобиль эргономичный, это очень большая заслуга людей, создавших машину с нуля на новой современной платформе. У нее нету родовых травм, как, предположим, у уже реально неудобной Nexia. Но Nexia у нее начало 80-х, а у этой все-таки 21-й век. Кобальт машина 21-го века. И эргономично, удобно садишься, машина нормально тянет во всем диапазоне, переключалка ложится в ладонь, тормоза адекватные, и в результате по ездовым характеристикам претензий-то к машине нету никаких. Она едет и едет. И если ты падаешь в какой-то колодец или давишь с огромным наслаждением лежачего полицейского, подразумевая, что в какой-то момент он может стать живым, да, подвеска очень хорошо сглатывает эти неровности естества. А вот, конечно, пластик, отлитый в Бразилии и морем-океаном, переправленный в Узбекистан, локализованные матисы по качеству пластмассы на голову выше, чем кобальт. И кобальту это как раз выйдет боком, потому что у него стартовая цена 444 тысячи. И что приятно, у дилеров реально есть машины за эти деньги. Вот как заявили в рекламе, приходишь, а она там стоит живая. Но по сути, она тот же самый Renault Logan, а по оберточке уступает. Для всех тех, кто собирается покупать Chevrolet Cobalt, а также тех, кто мучается выбором иных автомобилей, телефон 6510996. Потихонечку вы начинаете дозваниваться, из чего я делаю вывод, что в Москве уже нормальные пробки. Чем больше звонящих, тем глуше пробки. Сергей, здравствуйте. Сегодня вы у нас первый. Сергей, да, добрый вечер. Здрасте. Хотел задать вам вопрос, услышать ваше авторитетное мнение по поводу автомобиля Citroen Picasso, Grand Picasso. Планируем покупку автомобиля как семейный, то есть от него нужно, чтобы он ездил, не ломался и комфортно перевозил детские перчиндалы, велосипеды, коляски из расчета на 4 человека. Ну и он замечательно справится с этими возможностями, тем более, что французы, когда его делали, они в первую очередь подразумевали именно вас. Эту машину делали не для такси, не для бизнеса, ее делали для того, чтобы катать детей и чтобы можно было поехать куда-нибудь в Сент-Ропе, любимый французами, в августе, когда они все отправляются в отпуска. И поэтому вы, наверное, эту машину уже потихонечку трогали. Да, я присматривался, только вот единственное, что смущает, купить смогу только со вторичного рынка, на новую не хватит. Вот как в этом плане ситроены? В этом плане у них хороший выигрыш по цене, потому что они никому не нужны на вторичном рынке, их все боятся, поэтому там может оказаться машина даже с не очень сильно скрученным спидометром, либо вообще откровенно пригнанная откуда-нибудь из-за рубежа. То есть если у нее будет дизель, значит она из Европы, если у нее бензинка, тогда скорее всего это наша машина. Но у этой машины по коробке скорее всего будут вопросы, переходящие в легкое недоумение с вашей стороны. Брать планировал именно робот. Автоматов, я насколько знаю, нет у них. Ага, роботы у них поганые. Роботы вообще никакие? Абсолютно никакие. Этот робот, он чистый француз. Вы ему наступаете на педаль, он говорит, месье, ну вы что, разве так можно? Нужно нежнее. Как у этого торопитесь? Позвольте, месье, сейчас зажжется красный. Вы говорите, слышь, гад, давай быстрее ты в Россию. Он говорит, ну, excuse me, совершенно не тороплюсь. Я сейчас поищу передачку, вам как, вторую воткнуть? Хотите третью? И вот он в таких размышлениях будет требовать от вас отсутствия темперамента французского, русского. Желательно, чтобы вы были скандинавом в душе. Тогда отлично, тогда никаких проблем. Планировал ты, что эту машину будет водить супруга. Я сам все-таки как-то ближе к двум колесам. Вот с точки зрения как женщина за рулем. Женщина справится идеально, потому что французы, они все-таки, ну, этнос такой на закате, и они все более и более ребята мягкие, нежные, по-русски это называется обабившиеся окончательно, поэтому машины, которые они делают, они очень близки и понятны женщинам. И ваша супруга даже не догадается о том, что там могут быть какие-то проблемы. Тем более, ей зачем эта техника. А по эстетике Гранд Пикассо, он же великолепен. Там столько всего интересного, он так здорово задуман, там масса удобств. Он как хорошая квартира со всеми удобствами. И в нем интересно, там видно детей через это специальное зеркало, там много места, там можно накидать кучу барахла, причем половину потерять в этой машине, она даже не найдет, будет потом спрашивать, они дома ли это все. А вы, кстати, сказали про два колеса. Вы велосипедист или вы мотоциклист? Мотоциклист, то что с мотором. А, ну и как вы выживаете? Почему вы до сих пор такой живой, здоровый, дай бог вам здоровья? Спасибо. Ну, знаете, в свое время ездил на машине, вот последние два года отказался. Тяжело по Москве стало передвигаться на четырех колесах. Собянин, старается, старается специально для вас, да. Да, вижу, коширка злополучная каждое утро по ней. Вот решил на два колеса перебраться. Ну и как? На чем? К тому, что у вас за два колеса? У меня Хонда. Хонда Чоппер, это там, где ногами вперед едет. Да, да, да. Ну, вы новую брали или со вторички? Нет, я брал со вторички. Ну, кстати, по мотоциклам, это как ни странно, они почему-то не убитые. В основном не убитые. Я был удивлен, да, и год у него не новый. На спидометре 6 тысяч всего было пробега. Ну, доволен, полностью доволен техникой. А у вас, сколько на вас экипировки одето? Все как полагается. Черепаха, щитки, шлем по максимуму. Соотношение обычно такое, вот если отталкиваться от цены нового мотоцикла, то на человека должно быть надето в два раза больше. 50% от стоимости мотоцикл получает. Ну, как минимум 50%, потому что иначе не защитишься. Да. Чем хорош ваш Чоппер, он позволяет ехать аккуратно, он не провоцирует. На нем не нужно ездить быстро и даже не хочется ехать быстро. А в чем выигрыш? Вы осмеливаетесь ехать между рядами? Бывает грешок, да. Но ведь это требует прозорливости Эмиля Кио, чтобы понять, кто в какой момент куда дернется, не заметив вас. Согласен. Риск. Тяжело себя пересилить, когда есть пространство перед тобой и возможно там проехать и плюс ко всему время. Нужно добраться быстро. Но у вас были ситуации, когда вот вас нечаянно пытались уронить? Нечаянно не было. Было, когда умышленно люди открывали двери и специально прижимали. Такое было. Ну, это обычное наше скотство. Оно тем более как-то не нивелируется. А вот то есть получается, что вы так или иначе смогли избежать этих неприятностей, когда бац и девушка не заметила вас и тихо объехала яблоко на дороге. Да, да. Пока везет. Сергей, замечательно. Дай бог, чтобы ваш ангел-хранитель успевал с этой же скоростью всегда аккуратно отслеживать ваше телодвижение. И договариваться с другими ангелами-хранителями, поскольку как только они договорятся, вот тут сразу все нормально. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я очень рада, что до вас дозвонилась. Настя, как я рад, что вы до меня дозвонились. Помогите мне, пожалуйста. Выбирай между тремя машинами. RAV4, Volkswagen Tiguan и Skoda Yeti. Ух ты. А зачем вам столько колес и такой, не повоюсь этого слова, клиренс? Живу за городом, никто не чистит сугробы, зимой глина за вязнем, дети, багажник нужен для сумки, то есть всякие мотоциклы, коляски, то есть ну все. Женщина на хозяйстве. Ну да. Избы, я надеюсь, вокруг не горят, кони не балуются, нет? Нет, кони не балуются. Ну, а то мало ли, у вас же все-таки довольно широкий депозон. Это же не русский мужик, это же русская женщина, которая может. RAV4 новый, вот он только-только пришел на наш рынок. Это легковая машина, очень неплохо сделанная, и в общем-то в нее даже можно кого-то засунуть и что-то перевезти. Volkswagen Tiguan, он по сей пор остается с вопросом по тормозам. Кому повезло, те даже не знают о том, что есть такая проблема. Кому не повезло, они тихо задавили бабушку и сильно изумелись этому результату. Ну, впрочем, как и бабушка. А вот у Skoda Yeti этих проблем нет, у Skoda Yeti единственная проблема это то, что она собирается в нашей стране. Но сам по себе аппарат более взвешенный, более грамотный, более интересный и по комплектациям не обделенный, а по стартовой цене у него даже есть определенный выигрыш. То есть за RAV4 с вас попытаются содрать три шкурки, а если можно, то еще четыре, пять и даже семь. Но только потому, что это настоящее ням-ням, не побоюсь этого слова, японское ням-ням, качество, которого там, конечно же, нет. Ни настоящего, ни японского, ни качества. А у Skoda Yeti у нее все по-честному. Если у вас нету противопоказаний к тому, что она называется Skoda, и вас вот этот зеленый петух не очень пугает, то Yeti это самый правильный выбор. Потом Tiguan и только в последнюю очередь RAV4, при том, что RAV4 нужно будет брать только в будущем году. Когда его научатся собирать, потому что вот только-только эта машина пришла, только-только английские сэры, занимающиеся лично сборка этих машин, сняли котелки, сняли фраки, взяли белые перчатки и начали созидать этот автомобиль. В основном, конечно, к нам идет в сборке Европы. И Toyota RAV4, ну, это просто машина, она ни в чем не лучше, чем Yeti, абсолютно ни в чем, но она называется Toyota. И поэтому, если у вас есть какие-то вот социальные моменты такого имиджевого характера, когда перед подругами неудобно, они засмеют, скажут, а что это Skoda? Toyota, да, по поводу Toyota обычно разговоров нет. Хотя Mercedes GLK полностью перекрывает вообще все вопросы. Да, даже не рассматривала. У GLK, у него все хорошо, кроме стандартной музыки. Фирма Mercedes-Benz, она специально имеет несколько нюансов таких, знаете, чтобы вот клиент всегда ждал большего от этой фирмы. Они, во-первых, никак не могут разобраться, сколько у их клиента рук. Они считают, что все люди, которые ездят на Mercedes, они в предыдущей своей жизни были однорукими бандитами. Именно поэтому подрулевых рычажков там всегда не хватает, потому что у клиента Mercedes, как правило, одной руки нет. И всегда проблема с музыкой. Они предлагают там, например, стандартную свою систему Command. Хуже нее только то, что продается непосредственно привезенное из Китая на подпольном радиорынке. То есть, зачем фирма Mercedes до сих пор ставит вот эти системы и просит за них много денег, не знает никто, хотя альтернативно за 2000 рублей у нас можно купить приличную, хорошую технику, поставить ее туда. Mercedes чем замечательен? Тем, что Настя на Mercedes всегда вызывает восторг. А Mercedes тоже, в общем, неплохой парень. То есть, вы советуете еще на Mercedes посмотреть, да? На Mercedes надо посмотреть всегда. Посмотреть на себя в Mercedes, посмотреть на Mercedes без вас, понять, насколько он оскудел после того, как вы его покинули, ну, и уже аккуратно прицениваться к нему. Сергей, спасибо. Сергей, а можно мне еще один вопрос? Да, пожалуйста. Я как удачно до вас дозвонилась. Конечно. У меня сестра собирается приобрести Volkswagen Polo. Можете что-нибудь сказать? Стоит, не стоит? Лучше выйти замуж. Если купишь Mercedes. И после этого она будет уже у вас спрашивать, какой Mercedes купить? Или удача заканчивается в вашей семье только на вас лично? На роду не написано? Это я не знаю. Может быть, продолжится. Так, надо помочь сестре, чтобы как-то оно продлилось. Потому что Polo, скорее всего, подразумевается калужской сборке Polo Sedan. Это неплохо, но сколько вашей сестре лет? 30. Замуж. Срочно. Потому что в Polo Sedan она замуж не выйдет никогда. Ясно. Хорошо. Там все... Ищетпущий ответ. Ну да. У меня такое ощущение, что вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Да, конечно. Займитесь судьбой сестры. Вячеслав, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Я слышал, что Nissan собирается выпустить новый хэтчбэк, да? Это, например, что-то будет типа Алимера 16, да? То-то нормально. Вы что-нибудь про это слышали? Потому что, соответственно, стеклика Алимера это не туда, а новости. Это категория новостей, так называемых новости в будущем времени. Вот сейчас у нас дела идут ни шатка, ни валка, но завтра вы проснетесь и мы вас так удивим. Мы сделаем такую машину, которая заводится, которая едет, которая как настоящая, а еще мы умоем Volkswagen Golf, а еще мы будем самые лучшие, а когда я был маленьким мальчиком, мне мама сказала, что я самый лучший на свете, я буду космонавтом. Это вот из этой самой категории. Пока ничего нету. Вот пока все, что Nissan делает, ну, мягко говоря, все больше и больше вызывает изумление. Хочется спросить, вы чего имели в виду? Вот вы это зачем? Ну, они не знают ответа на этот вопрос. Поэтому, когда Nissan заявляет, что мы сейчас делаем в гольф-классе новую машину, которая будет замечательной, у которой все срастется, все будет отлично, ну, это то же самое, что всерьез обсуждать, что заявляет Медведев. По этому поводу можно выпить, не чокаясь, но обсуждать это особого смысла нет. Перерыв на новости. Пробки все ужасней, натиск на телефон все увлекательней. Сергей, здравствуйте. Не путайте, это другой Сергей. Да, это я, Сергей Подольск. Добрый день. Сергей, пробки есть, и по Варшавку еду вот уже 40 минут. А, кстати, Сергей, как вам вот эта наша развязка на Янгеля? Если вы из Подольска, вы об нее спотыкаетесь по идее каждый день. Нет, вот, кстати, утром я проезжаю в пол седьмого, рано выезжаю, там пробки нету, есть переключение, это самое, вот где метро Пражская, электронная ярмарка, электронный рай. Здесь вот сейчас сделают подкоп, вот его, наверное, скоро запустят, может быть, в этом месте. Вот здесь вот основная пробка. А там на Янгеле, ну, там по-божески, там, правда, светофор поставили, и теперь гаишники бегают через все полосы по дороге, так сказать, под машинами, снуют туда-сюда выцарапать кого-нибудь из потока. Это им иногда даже удается. Ну, да, у них все-таки большая убыль, новых наберут, если что. Хотя непонятно, там не вступление, то есть ничего нет, так светофоры поставили. Кушать хочется. По-моему, все равно перекрыли, и там пробка тоже будет. Ну, до тех пор, пока, в принципе, там есть светофор, там будет эта проблема. Там нужно было изначально избавляться от этого, но они пока не могут. Конечно. И вот здесь вот дублеры делают же в Варшавке, где большие бордюры. Так вот, чтобы на эти бордюры наехать, Форс Фукса уже не хватает. Так. Вот, хотелось бы, посмотрел на все вот те же самые Кашкай, Шкоды, Еки и так далее, но вот еще увидел Эктьюн, Санкьон, который сейчас рекламирует, и он, по-моему, чуть-чуть подешевле даже. Получается, полная комплектация с полным игром. Да, да, он самый дешевый. Вот у него, Сергей, самое главное преимущество это честная корейская цена. Вот, собственно, столько должны стоить все остальные корейцы, но те уже себя считают бледнолицами, поэтому у них и ценник такой. А у этого Акциона у него все то же самое. Он такой же современный, у него такой же неоднозначный подход к качеству материалов по салону, при всем при том, у него нормальный мотор, особенно бензиновый, дизель, конечно, да, он там совсем не хватает по крутящему моменту, но вот он нормальный. Вот он такой вполне... Мне нужна рабочая лошадка, то есть я потерплю пластик, кондиционер и желательно полный привод. Вот он все-таки передний приводной с подключаемым задним. Он, да, по сути своей, да, но главное не возьмите себе двухколесный, потому что с двухколесным смыслом не надо, абсолютно да. В какие деньги вы укладываетесь в итоге по максимуму? Где-то 900. Ну, в общем-то, конечно, неплохая цена за полный привод. С этим можно как-то с этим. очень большой разрыв получается. Chevrolet Niva, Renault Duster, это где-то вот 700, а потом уже те же там Qashqai, Yete, Tiguan, это миллион 200. А потом все остальное миллион 200, а тут же уже сразу начинаются серьезные внедорожники и пикапы за эти же деньги, и в общем-то, в принципе, так уже можно остановиться где-то в ужасе на трех миллионах. Абсолютно верно. Это большой разрыв, который получается, ценовой, и в нем только вот Action, я так как бы промониторил, посмотрел. А Duster почему отвергли Duster? Duster ну не знаю, Renault как-то не лежит к душе. Ну то есть... Вот в семье Fusion Focus второй как-то вот так вот. Ну на Renault как-то... Ну да, есть Duster, но расход бензина еще, по-моему, его побольше будет у Duster. Да, расход бензинового. Знаете как, сейчас взвешивать расход топлива бесполезно, потому что честных данных не бывает никогда, бывает совсем наглая ложь. бывает такая, ну такое тихое пионерское вранье, когда вам рассказывают про расход топлива. Никогда не... У вас это по Ford Focus совпало ли паспортные данные с тем, что вы имеете по реальной эксплуатации? Летом вот сейчас 9,3 литра, 1,8 двигатель неудачный, который масло поджирает у меня 500 грамм на тысячу километров. Вот. И димой 10 литров. У вас еще трасса выручает. Вы все-таки пока по трассе идете, у вас хоть как-то более-менее понятно. Ну да, да, да. У меня половина получается как бы такой средней нормальной скорости, а потом в пробке половину дороги. Да. То есть 25 километров еду, 25 километров ползим по пробкам. Ну вообще Дастер, он очень гуманная машина, но, конечно, акцион, он будет попроще. Он не такой затейливый. Вот так аккуратненько сделали, сказали, ребята, на тебе пользуйтесь и, собственно, чем народ и занимается. Берет и пользуется. Ну а там у него муфта халдук стоит задняя, то есть именно как полный привод. Потому что иногда все-таки хочется на рыбалку съездить, на озеро. Ну, озеро это посмотреть вы в крайнем случае сможете в резиновых сапогах и пешком. Нет, это лежит уже в багажнике. Да, да. И все автомобили, собранные по этой схеме, неважно, что у них там стоит, гитрат какой-нибудь или халдекс или боркворн, неважно абсолютно. Они все сделаны по одному и тому же принципу. Пять секунд боремся за живучесть, потом тонем. Сергей, еще тогда вопрос, все-таки, когда будет дастер, вот еще почему минус, как бы его, у него автомата нет полного привода. К концу года они его собираются. К концу года. К концу все-таки, да. Да. Они его сейчас делают, будет он, будет. Акциону, то есть уже есть. Да. У него автомат. Конечно, он изначально таким создавался, он поначалу шел только просто на дизеле, дизель был совершенно невозможный в этом сочетании, а теперь на бензинке все, полегчало, отпустило. Акцион, чем хорош, никому в голову не придет его угонять. Это машина, которая, ну, едет и едет, ну, чего, ну, давайте всем потоком пожалеем человека. А, в принципе, потенциал у этой машины нормальный заложен. У всех Сангьонгов всегда один и тот же, глобальный вопрос, это ресурс. Вот надолго его хватит или нет? Потому что затея очень правильная. И вот их машины, тем более при такой цене, они все, но и за исключением Рекстона, который является откровенной пародией на Паджеро, все остальное очень грамотно придумано. Но вот несколько машин, которые я наблюдаю под разными всадниками с разной степенью фашизма и цинизма, ну, сдохли они все. Причем ни один из них не сдох на рубеже Стольника. Все сдохли, на тридцатке, на сорока тысячах километров. Машина когда-нибудь вздыхает. Да, да, да. Это не вложение денег, как в квартиру, недвижимость, там, в землю. Это нужно просто понимать. Да, да. Это расходы. Тогда, Сергей, тем более у вас не будет с этой машиной никакого антагонизма, потому что вы не ждете от нее чуда. Вы не считаете, что вы за даром купили себе потрясающий внедорожник типа Крузака. Соответственно, у вас с ним сложится сразу с первой минуты, а дальше вполне возможно, что он вам ответит своей добротой. В нем тоже есть процент доброты, несмотря на то, что он китаец. Ну, фирма китайская. Успехов вам. Очень правильный подход, Сергей. Очень ценю настолько взвешенную попытку автомобиль взять именно как исполнителя функции. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Да, да, Сергей, добрый день. Вы знаете, я хотел бы задать вам вопрос. Перед выбором стою для дочери купить автомобиль. Шкода Фабия первый автомобиль. Затем, соответственно, Опель Корса или Ситроэн C4. Ух. А дочке сколько лет? Двадцать. Давно у нее права? Нет, вот только будут. Ага. И вы машину берете новую или вторичную? Нет, новую все-таки. Новую. И она, скорее всего, скажет, папа, хочу автомат, а папа покорится и скажет, на, дочка, тебе автомат. Ну да, тем более, сейчас же решают уже сдавать на автомате права. Ну, это да. Там следующий этап будет. Это машина, созданная с кнопкой Enter и, соответственно, возможность вместо прав получить... Джойстиком управлять. Да, джойстик и стимулятор и потом уже спокойно есть по письменному столу. Все машинки вы выбрали очень неплохие. Корсу вы, я не знаю, найдете или нет. Скорее всего, будут с ее поиском трудности. С4 всем хорош и он, ко всему прочему, очень красивый автомобиль. Вашей дочке, скорее всего, вот этого количества дверей не понадобится. У С4 автомат четырехступенчатый. Не является инженерным шедевром. Но дочка об этом даже не догадается. Особенно, если машина будет по душе и по цвету ей подходить. Фабия, это очень удобно, но уныло. Фабия, это для... Не для 20-летней девчонки. Фабии, ей будет грустно. Она захочет айфонить там круглосуточно на каждом светофоре. Это рано или поздно плохо заканчивается. Вот Корса С4 или, например, Ситроен С3. Или даже... Кстати, С3, он почему-то странно получается по цене такой же, как С4. Да, есть такой момент. Но при этом С3, он такой совсем правильный для барышни. И с ним получается интересно. Тем более, сейчас тут приходит еще пара Ситроенов там, соответственно, к нам на рынок оба седаны. И тоже очень неплохо задуманные машины. Хотя ей, конечно, седан, к счастью, пока не нужен. Да, это правда. Ей нужен хороший, веселый хэтчбэк. И все-таки, несмотря на то, что с папой ей повезло, потому что папа абсолютно молодец и видно, что дочку обожает, но и Део Матис это тоже классная машина. Ну, да, я согласен. Она, наверное, по цене совсем будет привлекательная. Но мне, с точки зрения, безопасность беспокоит. А вы напрасно. Знаете, какая штука? Вот вольвовцы, они каждый год с утра до ночи бьют свои машины. Причем у них есть, если что, одноименное грузовое подразделение, они сталкивают автомобили разной массы, берут что-нибудь поменьше и что-нибудь побольше, там, например, Хосе 90-го, лупят их в лоб друг другу. И всегда подтверждают одну и ту же истину, что, во-первых, так или иначе, всегда бывает случайность, а, во-вторых, чудо не произойдет, потому что большее забодает меньшего. Но, вот когда авторевирусники погнали Матиску на Дмитровский полигон, они на встречке вежливо встретились с левыми фарами с девяткой. Лоб в лоб. 40-процентное перекрытие. Краш-тест получился на живых людях. И из Матисса сотрудник авторевирус вышел и сказал «Ух ты!». А клиенты из девятки вежливо отнесли на обочину и сказали «Ну ты тут подожди пока, мы сейчас посмотрим, как тебе жить дальше». Здесь сыграла как раз маленькая масса машины ее плюс. А три звездочки по Евронкапу у Матиски есть. И если на роду не написано вашей дочке, а ей на роду этого не написано, столкновение с тяжелым грузовиком, то все остальное, что Фабия, что Корса, что С4 со своим пятизвездочным рейтингом, сыграют не хуже и не лучше, чем Матиска с его трехзвездочным рейтингом. Безопасность этого автомобиля она не хуже абсолютно, чем более современных и более оснащенных машин. В этом отношении не бойтесь. И если вот дочке вашей чисто эстетически понравится Матис, не переживайте, ничего такого с ней в этой машине не произойдет. Ну что ж, да, может быть, действительно надо подумать, посмотреть, тем более для первой машины действительно шишки придется набить. Но там нету автомата, там только ручка. А вот это да, это плохо. А тогда ваша барышня научится водить на ручке, а со временем она будет поначалу хмурить лобик, топать ножкой и говорить, папа, но это неправильно, а через какое-то время, ну через, знаете, следующий виток эволюции, когда они с мужем будут скакать по ухабам на УАЗе в далекой деревне, она говорит, папа, как здорово, что ты меня научил с этими тремя педалями и этим рычагом как-то разбираться. Вот видишь, сейчас я ухожу от погони, муж отстреливается, и мы отлично сейчас форсируем речку. Ну да, согласен, воспитательный элемент тоже должен быть. Знаете, ведь задача папы же не просто ублажить ребенка, а научить, а как его еще заставить ездить на трех педалях, когда он не хочет этого. Ведь ни один ребенок не хочет. Он говорит, ну пап, ну че, ну давай лучше на эти деньги шубу купим, в конце концов. А папа аккуратно подкладывает ей правильный вариант и говорит, дочка, ну поверь, пригодится. Ну вот точно пригодится. И один раз в жизни, да, вот так вот бывает. Я недавно сдавал на категорию на грузовую и со мной барышня очаровательная совершенно. Она говорит, да я на своем 131 взеле иногда бывает продукты вожу, потому что в автоколонии у меня мужики пьяные, я их снимаю с линии и сама везу товар. И нормально. Вот. Да, надо быть готовым к любым вызовам судьбы. Конечно, конечно. И она с этим тарантасом, с которым не все мужики совладают, она так со своей женской нежностью нормально совершенно едет. Вот ее судьба заставила. А у вашей дочки есть папа Максим. Перерыв на новости. В экипаже у Сергея Слоняна есть персональный телефон 6510996. Алло, надеюсь, вы Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Теска. Вы дождались. Я тоже. Я дождался. Спасибо. Говорите. Звоню вам не для того, чтобы делать комплименты, но хочу сказать, что после того, как познакомился с вашей передачей, жертвую другими своими любимыми передачами на других станциях всякими особыми мнениями. Вот так вы творите себе кумира. Нарушая заповедь. Сергей, ваши рекомендации девушкам просто супер. Это одно удовольствие слушать. Девушки, они требуют мужской заботы, потому что иначе они потеряются в бурном море жизни. А автомобильный мир, к сожалению, жестокий, потому что мужской. Это правильно. Поэтому вы просто блестяще ведете себя. Ну, они хорошие, практически ни в чем не виноваты. что делать? Нам повезло с вами, мы мужчинами родились, а им куда деваться? Сергей, вопрос, ну, такой, несравнимые, несовместимые вроде бы машины. Ну, период осмысления идет. ХС-70, ХС-70, или Туарег? Ну, вообще, в принципе, Туарег это, ХС-70, только улучшенный, дополненный, отредактированный. Знаете, вот, методом селекции, в том числе, с помощью вашей передачи, ну, вот, остались эти две, два этих наименования. ХС-70, мне нравится тем, что шведы как-то вот, в какой-то момент поняли, что у них неизбежна премиальность, они ведь не стремились к этому, их Форд заставил. Когда взяли в семью Форда, сказали, ну, вы должны чем-то отличаться, поэтому будем вас назначать премиальными. И тогда они стали уже делать машины, как-то понимая, что не только за счет ценника нужно выигрывать. И вот, например, в ХС-70 мне нравится то, как они, с какой продуманностью они отнеслись. Вот решетка, отделяющая багажное отделение, она, например, меня восторгает. Казалось бы, простейшее решение, но насколько умно, насколько грамотно это сделано. То, как она едет. Причем, неважно, с каким мотором. Главное, чтобы ХС-70 был... Ну, вот, наверное, дизель пятый. Ну, D5, он замечательный, но и бензинка у них тоже, будь здоров какая. Главное, чтобы не нарваться на двухколесную версию. Потому что... Ну, полный привод. Да, да, да. Только, если у машины на роду написан полный привод. А подвеска там у всех одинаковая? Или там есть какие-то... Там есть нюансы. Там есть нюансы. Вообще, шведы в этом отношении ребята внимательные. Они готовы ваши пожелания выслушать и углубиться. И можно там по комплектации даже неплохо так вот размахнуться. Но вообще, конечно, законченная идея, доведенная до ума, это ХС-70 с D5. Это удобно. С одной стороны, именно легковая машина, не паровоза на себе таскаешь. С другой стороны, конечно, у нее очень неплохие возможности. Но Туарег, если только вы собираетесь как-то... Ну, так все почаще по грибы ездить, так как-то вот поглубже в лес. Нет, нет, с твердого покрытия не съезжаю, но в основном городская езда, причем небольшой пробег за год, ну, 10-15 тысяч. И иногда поездки в губернские города, ну, вот, типа бетонки, которые по трассе Москва-Киев. Тогда здесь только по цене. Либо, что называется, примеряя на себя. Вот вы сели, посмотрели, вот это нравится, это не нравится, вот это удобно, это неудобно. Мы же все разные, и эргономика машины разная. Мне вообще Вольво, вот большие Вольво, они маленькие машины делать не умеют. Сколько раз они пытаются это сделать, все как крокодил получается. То ли швейная машинка, то ли Форд Фокус. Они, кстати, сейчас опять сказали, ну, мы еще как завалим мир маленькими машинками. Ну, попробуйте. Нет, нет, у них больше, им идет больше, большие машины. Вот у них же все-таки фирма, она начиналась с чего? С того, что Габриэльсон и этот, как его, второй Карлсон, они сели и сказали, а давайте делать машины и взяли за точку отчета американский автопром. А то, что сейчас там китайцы приложили руку в свою... Они фирму прикончат обязательно. Через какое-то время фирмы Вольво не будет. Ну, еще не... Как это? Пока нет. Еще не успели. Еще не успели. И самое главное, что они пока не перевели сборку этих машин в Китай. Да, в Швеции пока. Пока еще идет и Борг. И пока еще комплектация идет европейская. Ну, там, конечно же, тоже есть космополитизм, элемент под капотом. Но, неважно, пока еще все в порядке. На следующем витке модельного ряда начнется деградация, а потом, конечно, китайцы прихлопнут ее. Да, да, да. Это, вот, я как раз и хотел спросить вас, не успели ли они еще марку свою повесить туда? Уже все, они уже заявили, что стратегия развития, наконец-то, мы, великие шведы из Вольво, мы сейчас сделаем унификацию двигателей, и у нас будут только четыре цилиндра. И это будет очень хорошо, потому что, вы же знаете, что четыре цилиндра это лучше, чем пять, чем шесть, чем восемь. Четыре цилиндра с одной турбиной, с двумя турбинами, и они будут собираться на одной конвейерной нитке, одними же и теми же руками, а мы пока вам не скажем, что это будет происходить в Китае. Сергей, а с точки зрения комфорта эти две машины? А комфорт, знаете, у каждого зависит от степени... Ну, я имею в виду комфорт позвоночника. Вот, я как раз хотел сказать, что это зависит от радикулита. У кого какой, сколько грыж межпозвоночника? Да, да, да. Вот только от этого. Но вообще-то, вот, вольвовских сидений я не встречал. А там даже нет вот этой вот регулировки поясничной подпоры электрической. Там какая-то, вот этот рычажок, в который я, когда ее смотрел, я руку не смог туда просунуть, чтобы раскрутить его. И он вертикально не двигается. То есть, вот, ну, выдувает, ну, его выкатываешь, но он не... Ну, могли бы и получше сделать. А у них есть и подороже сидения. У них есть несколько вариантов этих сидений. И, ну, это то же самое, как с детскими креслами. Вот эти купцы. Ну, это как в S80 сидения такие же. Там все равно масса вариантов. Вот я на Хосе 70, вот последний, что называется, вот прямо вот сегодня сделанный не ездил. А какое-то время-то назад я покатался, например, на 60-ке, на Хосе. Да. Или на V60. Я, я 1200 километров одолел, у меня к спине никаких не было. То есть, даже массажист мне не понадобился после этого. У Volvo вообще это, в принципе, достаточно давно. И вот они сделали у себя центр, в котором созидают машины благодаря Ford. Ford их на это спровоцировал. Но именно Volvo-вцы берут за основу не манекен, а человека. Они живого человека сажают в робота, и робот начинает елозить там рулем, педалями, под попником, на лопатником, на затыльником. И говорит, ну тебе удобно? А вот так удобно? А вот так удобно? А давай того коротенького позовем? А давай вот этого длинного возьмем? А давай вот эту вот, вот эту вот, вот эту вот толстенькую посадим? И в результате они выбирают оптимум под бесчисленное количество людей. В этом отношении молодцы. А то, что Калужская сборка у Туарега, и это не... Ну, она, к счастью, насколько она глубока? Она не по полному циклу. Это очень сильно выручает, потому что... Там ведь сейчас уже бастовать персонал. Да, да, да. Ну, как всегда, знаете, закон капитализма, меньше затрат, больше прибыль. И что там с этими работягами? Куда они делаются? Ну, это все причины, все понятно. Косячить они там начали. Конечно, на заводе косяки уже пошли, естественно. Да, я из ваших передач про фигуаны... И про шкоды, когда там подрамник криво-кос кувалды прибили, а потом сказали, да пошел ты, у тебя так и было, сам-то кривой. Подумаешь, руль на бок съехал, нормально. Это тоже есть. И вот к чему у вас душа лежит больше? Вот если стоят вот рядом две красивые новые машины, ХЦ, 70 и Туарег, да? Ну, цена, понятное дело, что Туарег дороже несколько. Значит, я в этой связи, если бы передо мной не стоял никаких загородных подвигов, задач и приоритетов, подвигов нет. Ну, понятное дело, что губернии, там дороги, понятно какие. Значит, ХС-70 я бы взял безоговорочно, причем я бы пошел покупать машину по правилам, потому что Вольво нужно покупать с соблюдением жестких правил. Вы приходите к дальнему дилеру, у которого не собираетесь брать машину, приходите и говорите, значит так, у меня, пожалуйста, ХС-70, давайте договор, скидочку какую? Говорят, ну что вы, это же товар первого сорта, какая скидка? Ну, ладно, знаете, мы вам там коврики в подарок. Хорошо, я не буду с вами заключать договор. Ну, тогда полпроцента. Ладно, пишите, подписывайтесь с ними договор, вносите предоплату порядка 10 тысяч рублей, она возвратная, после этого идете ко второму дилеру, у которого не собираетесь покупать машину, и говорите, слушайте, а вон тот мне полпроцента дал, а вы сколько? Ну да. Мы вам три. И так вы можете измываться над ними долго, потому что у Вольво, у них коммерческая доктрина нормальная, ведь в представительстве Вольво шведов же нет. Там сидят англичане, там сидят другие люди из разных государств, голландцы, и невыполнение плана по продажам у них карается более жестко, чем скидки, какие бы то ни было, и все остальные преференции. И дилер понимает, что лучше он мертвыми душами, хоть тушкой, хоть чучело, план выполнит, ему тогда заплатят ту самую маржу, которую покроют издержки, проданных после получения маржи машин ниже себестоимости. На рынке регулярно возникает Вольво, которую можно купить ниже себестоимости. У нее закупочная цена, ну, грубо говоря, 50 тысяч евро, ее можно купить за 49, за 48. Они есть. И надо аккуратно выкручивать руки. Дилер потом на вас отыграется, потому что... Понятно, понятно, да. Начните сразу с вежливой атаки на него, по-доброму улыбайтесь, возьмите испанский сапожок для вежливого разговора, возьмите паяльник подлиннее, и тогда у вас получится очень хороший диалог. Они потом все компенсируют. Кань, обязательно, обязательно. Но вы тоже, знаете, как, если у вас есть надежный гараж с хорошим мастером... Ну, не в первый же год. Кань, нет, вы можете к официальному дилеру приезжать только для того, чтобы он вам выполнял строго регламентную работу. Он говорит, вы знаете, у вас шпиндель, шпонки, шкворень отвалился, у вас 2-3 диметилбутан вытек, и у вас маховик треснул, поэтому нужно поменять. Нет, давайте так, давайте регламент. Остальное пишите рекомендации. Вот с рекомендациями вы едете к своему, а к ним выполняете только по ТО непосредственный список обязательных работ, вам ставят штамп, продляют вам гарантию. Вот так. Сергей, судя по тому, что мы больше говорим про Вольво, у вас душа лежит, наверное... Нет, вы знаете, вот тут как раз все очень печально. Моя душа находится совершенно в другом месте. и совершенно в других параметрах. Но вот, слушая... А какая альтернатива этим двум маркам, двум моделям? Вы подступаетесь к ценнику в 2 миллиона. И даже за. И даже за. За 2 миллиона весь рынок готов наброситься на вас, нежно прижать к груди и выжать из вас эти 2 миллиона. Ну, например, что? Куча японцев, всякие Тойоты, Ниссаны, они тоже здесь. Но вам же нужно с одной стороны машина, чтобы она была не чрезмерной, и при этом вы уже тяготеете не к подвигам, а к комфорту. Не к подвигам. Конечно. По разговору, по голосу вашему слышно, что вам не нужно забираться на Эверест, чтобы оттуда громко крикнуть «Здесь был Сергей». Да, вы психолог. Именно мне поэтому кажется, что вам больше подходит Хосе 70-й, чем Туарек. Туарек, он начнет вас провоцировать на то, чтобы вы залезли под такой куст, под которым спит медведь. Да нет, все равно не полезу. Да, а провоцировать будет? Он будет дергать и говорить, Сережа, ты же еще молодой, давай, я хочу тоже, мне интересно, я бампером этого не трогал. Все относительно с молодостью, но тем не менее. Не расставайтесь с комсомолом. До завтра.